привет всем вы на канале beer и game и мы продолжаем проходить игру амнезия призрак прошлого есть еще какие-то амнезии мы насколько знаем есть еще какие-то части но это самое интересное да это самое первое и самое конечно самое тут основная самая начальная версия это конечно это так прошлой серии как вы все помните как вы все следите за играми за нашими мы зашли в коллектор и тут у нас вот собственно говоря головоломочки нас появились три новые штучки даже даже целых три мы искали какие-то трубы мы нашли вот эти вот непонятные грузики они наверное держат мосты не двигать блин они еще и застряли так а застряла это значит так смотри как они подняты это пониже это повыше а это еще выше тогда нам надо пойти попробовать и там также сделать их значит это вот пониже будет у нас там получается самой крайней блины даже не знаю не знаю просто я наугад думаю что так пониже это должна быть по куда ты там уехала может так сойдет вот так а то должна быть где то должна быть пониже да получается середина на самая высокая должна быть где-то до середины трубы что ли нашла куда назад ничего не вроде не произошло так а это должна быть еще ниже по моему она вообще на уровне ох ты кайфе с получах смотрите когда получился отгадать так пар пошел какой-то что-то мы завели завели кто это к нам тут обратился даниэль это ты что это ты тут делаешь сканер александр александр да он значит он значит догадался что мы в замке догадался что мы собираемся что ведь ему морду идти сейчас точнее мы идем это делать да мы пытаемся дойти нас тут монстрами пугают наверное он и опустили здесь мы все опустили опустили да а там с трубами нормально все одной мне казалось не хватало тут мы не нашли сервисе а если так сделать или без разницы нет вроде бы мы все запустили уже все запустили да а мы там уже какой-то это делали мост какой-то или что-то там такое у нас все работает все двигается что нам еще надо для счастья побежали мост спускать второй мост мы на первом то даже не успели побывать мы как только зашли только походили он подождал пока глаза привыкнут к темноте но не увидел никаких силуэт так проверка нифига может во вторую дверь на эти так я думаю тоже что может быть нам надо там хотела бы побывать и сети стены александр знал что нужно было найти способ завершить ритуал пока не стало слишком поздно он должен был научить своего друга собирать эликсир жизни так вода вода и в амнезии это плохо потому что в воде могут быть монстры и воду нам вообще категорически нельзя опускаться смотреть тут вы собираете воду из источника благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллег к тому же этой водой можно пользоваться для разных целей например пить и это тоже но в основном она нужна для механизма так прошли у него воспоминания вспоминает он ну что пойдем в воду нам больше видимо и некуда давайте попробуем вот туда перебежать напротив или вы давайте сюда сначала так 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 хорошо пока без шумов так что у нас здесь здесь у нас какая-то лестница лестница чем-нибудь бы попробовать и и он держится на ржавой цепи в потолке не уже сделал запись воспоминаний чтобы пройти дальше нужно опустить мост ну и чё тут забраться на него может быть кинуть чем-нибудь туда но нам нечего кидать да это наверно не подойдет ничего посмотри чуть пошли жить где он может камушек туда кинуть а куда вот туда а так так хорошо камень сработал аккуратненько прыгаем попал я думал сейчас упадет да я тоже думал что упадет так здесь у нас что завалено не не поддается никак ни в какую не поддается что а перенаправить поток воды в коллекторе а зачем это делать 1839 год александр верит в то что принято считать магией я даже не удивлен уже когда я ехал бренненбург я предполагал что придется столкнуться со сверхъестественным чтобы спасти свою жизнь для меня все это странно но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения александр разбудил меня рано утром и сказал что пора приниматься за работу ему явно не терпелось взяться за дело мы спустились в подземелье где александр проводил ритуалы я с трудом в это верю но александр утверждает что родился в эпоху возрождения и застал самого да винчи александр показал мне пару комнат где занимается анатомией алхимией и ботаникой но самое важное место в бренненбурге внутреннее светилище там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы тень тень сферы тень сферы это красная не устану вам это повторять если честно потому что мы это должны запомнить что тень тень это та красная штучка это не та тень которая отражается в силуэте так мы что-то покрутили не знаю зачем но наверное это надо было сделать свет везде погас кто-то запел только что подъем что это было что это было так и куда ты нам так здесь мы еще не были тут у нас тоже наверняка что-то надо кто-то уже там что-то слюни пускает да кто-то или плачет или что это такое там там кто-то есть или что это 1839 год я до сих пор не был уверен что я на верном пути но теперь я знаю александр смог направить силу сферы в наши тела внутренний круг озарился синим светом и я ощутил то же что чувствовал в подземной гробнице я был в круговороте видений было страшно но александр держал себя в руках и использовал странные приборы чтобы укротить бурю внезапно в синем сиянии появились красные пятна со стен потекла пульсирующая живая масса александр быстро накрыл сферу и жуть исчезла похоже тень подобралась ближе чем думал александр он сказал что завтра мы проведем ритуал ограждения и что мне нужно подготовиться не знаю чего он от меня ожидает но у меня дурное предчувствие перенаправить поток воды в коллектор еще один рычаг который можно использовать поэтому опять все погасло подул ветер пошла реакция так ой сюда нам лучше бы не спрыгивать честно говоря блин а я тут дальше то я не могу ну что ж так прыгаешь бежать что там так нет нормально нормально так мы по моему вот здесь только и не были тут пары они горячие я думаю не зря это тоже уходим давай прямо на пар правильно как у нас там еле живой ну что ж эти чуть не убила так сильно кровоточит да значит еще одну смесь давай и побежали побежали еще какую-то штучку маленькую опор закрыли понятно а вот он там он там правильно правильно мы на правильном пути наверно и третий 1839 год сейчас раннее утро александр занят подготовкой ритуала он так старается что у меня возникает вопрос зачем какая ему выгода наверное ему интересно как ученому но вряд ли он помогает мне просто так неужели он настолько глуп и хочет подчинить себе сферу когда вчера александр наполнил внутренний круг синим светом я понял что мы коснулись лишь малой части того на что способна сфера речь идет уже не просто об изгнании тени мы на пороге необыкновенного открытия да на самом деле даниэль пытался свою жизнь спасти перенаправить поток воды в коллекторе третий раз читают или что здесь у нас везде да да мы привыкли к этому по любому кого нить выпустят так и нам надо куда собачки гавку и какие то я слышу что кто плачет как будто мне все кажется правильно я сюда прибежала в общем готовился александр к ритуалу чтобы провести над даниэлем какой то ритуал видимо очищение чтобы за ним эта тень больше не шла который пытается убить его но даниэль не мог понять почему он так старается это сделать что ему нужна должна быть какая то выгода из-за этого человек не станет просто так что то делать тупик он и говорит человек не будет что это было не знаю надо бежать заблудили заблудили заблудились в общем он не понимал в чем ему такая выгода от этого будет но он но но он все равно шел алая жидко потекла постельным словно они начали кровоточить он боже сего скрикнул увидим как это видение благащая теперь и обратно туда в ту дверь эти вот сюда Зачем? Не знаю, а может? Прекрасная дикая орхидея оказалась свидетельством силы природы. Вы вроде бы здесь все сделали. Что опять-то не так? Что там? Я же двери вроде открывалась. Здесь все нормально. Может еще какая-нибудь комната есть? То есть получается вот такая история. Что-то там произошло с каким-то человеком, они где-то откопали с какой-то группой людей, они куда-то отправились путешествовать, откопали сферу эту. За ним пошла какая-то тень. Стали происходить убийства. Потом он нашел этого Александра, который жил там. очень долгое время жил, вообще был каким-то супердолгожителем. Он обратился к нему за помощью. Ну да, это так история раскрывается. Вот и история сюжета. Опять сюда. Да, куда еще нам больше некуда. Может быть я забыла еще какой-то рычаг. Может быть какой-то рычаг здесь. Кстати, свет появился, смотри. Вот там вот что такое. Что там такое горит? Надо подойти к самому краешку и прыгнуть. Ну куда нам? Вот к тому свету сходим. А, вот мы здесь еще не были, смотрите, и правда. Убежали. Чуть-то я так обрадовалась, что... Голос умолк. Какой голос? Я же сказала, что я слышала какой-то плач. Он подошел к этому ящику и голос умолк. И что дальше? Что там? Голос какой-то был или что? Что нам здесь что-то надо сделать? Или здесь просто лежит? Там мы были, по-моему. Или не были? Были мы там? А он что там в углу? Еще свечи. Давайте. А, мы уже здесь были. Хотел сказать, давайте повернем рычаг. А он и не поворачивается. А там были? Это везде были, наверное. Звуки истошные. А, вот здесь, по-моему, не были еще, да? По крайней мере, трутницу мы тут еще не находили. А, тут, наверное, просто трутница лежит. Там у нас выход. Выход у нас с огоньком. Ой. Не сприваю. Нет, в амнезии вода вообще мне не нравится. В амнезии плохая вода. Что здесь все время сбьют? Может быть, это высота как раз-таки? Может быть, нельзя там на такой высоте прыгнуть? Так, здесь мы были. Здесь вот эти пары выходили. Едкие. Ладно, здесь мы, наверное, и закончим амнезию, серию. Подписывайтесь к нам на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Смело добавляйтесь в друзья. Ставьте лайки, комментируйте.